Хозяйка дома ушла на работу, но пришлось вернуться. Звонок мужа серьезно обеспокоил. В 9 часов муж звонит и говорит, Таня, вызывай какую-то службу спасения, потому что лавина идет, уже дверь подперла и уже стена вся начала трескаться. Я позвонила, 112, да, они приняли вызов. Документы на случай в этой эвакуации мы подготовили, все свои паспорта, предметы первой необходимости. Волнение жильцов усиливалось. Грунт сходил постепенно в результате продолжительных ливней. С левой стороны продавило очень сильно там. Дом пока стоит, опорность она держит. По подсчетам специалистов сошло 200 кубов грунта. К администрации центрального района была организована расчистка. Сегодня вывезено 5 камазов земли. Эти работы продолжатся и дальше. Дом построен из легких конструкций. Подстроена небольшая подпорная стена, по которой проходит газопровод низкого давления. Стена не пострадала, выдержала напор языка, оползня. Газопровод также находится в нормальном состоянии. Самому строению около трех лет. Семья Гайнудиновых поселилась здесь весной и со дня на день они должны были стать полноправными владельцами жилья. Документы были сданы на оформление прав собственности. Сделка купли-продажи уже состоялась. Ночь, по всей вероятности, для них будет бессонной. Погода не улучшается, а дом возведен на ползневом участке. Здесь дежурят спасатели подразделения Кубань-Спас. Они будут находиться на месте до тех пор, пока не убедятся, что этот оползень не угрожает безопасности людей. Если дождь начнется вновь и сель повторится, то людей придется эвакуировать из дома. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok